А вот приветствую зрителей и сразу поздравляю. И, кстати, с двумя важными для всех датами сразу. Ты же понимаешь, с какими? Ну, суди сам. Во-первых, весна у нас уже почти тут, а во-вторых, у нас тут были выборы, в которых ты же участие тоже принял. Вот как и я, Глеб Лавров. И вот если про весну ты, зритель, в других замечательных рубриках нашего канала еще посмотришь и не раз, но потом, то про выборы поговорим мы с тобой прямо сейчас. Тем более, что и сегодня тема эта именно выборов, что важно наших, а не последствий их даже, опять стала не только для нас актуальной. В том числе из-за появления очередного комментария по ним и по нам, на сей раз от бюрократа и садовника Евросоюза Ж.Борреля. Ну, ты про это уже слышал. А, собственно, вот почему это наши выборы и наш выбор так их волнует, что многие, ну, кроме сонного, спать не могут, а сказать что-то пытаются, вот об этом мы сегодня давай тоже. Потому как, если это не раз уж поднятая тема ими дополняется, значит, и нами быть дополнена должна. И, значит, дополнена будет. Но сначала о выборах, которые фактом своего спокойного проведения уже очень много и нам, и им показали. Например, что годы и миллионы, какие они спустили, чтобы у нас было неспокойно, оказались спущены ими в трубу. Я сейчас не про взорванные, неизвестно кем потоки. И так, еще раз, потому что вот реально очень важно. Наши выборы, какие прошли спокойно, это уже победа. И она именно что наша. Во-вторых, мы всей страной смогли провести кампанию по-новому. Это был первый единый день голосования. И все прошло без технических сбоев. Что говорит, что мы можем менять правила. И это не рушит порядок. А вот в их мире порядка, построенном на их правилах, которые они даже сами, вернее, в первую очередь, они сами и нарушали, и переписывать по ходу норовили, вот для них на наших выборах никаких хороших новостей. И это не победа. Это ехидство. Вот с той же ОБСЕ, к примеру, ситуация сложилась крайне своеобразная. Организация наблюдателя, от которой каждый раз приезжали к нам с готовым мнением, на этот раз была не приглашена, в связи с чем выразила глубокую озабоченность и все. А потом озвучила те же свои заготовленные тезисы, которые она бла-бла всегда, по итогам. Вот только в этот раз это было официально сделано в январе, в самом начале, за полтора месяца до. То есть наш тезис об их заготовленном мнении подтвердился. Причем обиднее всего послу США при ОБСЕ, который в последние годы взял организацию по безопасности, и сотрудничеству в Европе посол США под чуткое кураторство, Майклу Карпентеру, какой долгие годы до этого лично отвечал в спецслужбах штатов за разные цветные революции, какие зачастую как раз к выборам были приурочены. А вот после, вроде повышения, крайний раз у Майкла его небескорыстных друзей не вышел с Сербии в декабре, а к нам и вовсе не позвали. И он смог лишь побурчать в соцсетях. И все. Кстати, о США еще. Глава пресс-службы Госдепа Миллер наши выборы вот тоже без дежурного, грозного, но пустого их окрика не оставил. Так сказать, пройти спокойно, чтобы не вмешаться, ясно, не смог. За что и был небес тонкого дипломатического юмора размазан нашим МИДом тонким слоем. Так вот, этот самый Миллер день спустя на пресс-конференции по Ближнему Востоку сказал, мы не диктуем свою волю другим странам. На что один из американских журналистов заметил, ага, мы в другие страны просто вторгались. И так эта сатира к месту и по делу случилась, что на пресс-конференции рассмеялись все, даже сам пресс-секретарь Госдепа. И это не итог наших выборов, но это показатель глобального процесса, в рамках которого и наши выборы тоже. Показатель, что Штаты хотели бы вмешаться во все и диктовать всем. Но делать это каждый раз не могут. При этом глобальный процесс становления многополярного мироустройства, где по-настоящему суверенные и независимые государства отыгрывают свою решающую роль, он, к сожалению, не безальтернативен. И у его участников, в том числе у Беларуси, на пути будет еще много непростых выборов. Я не только про электоральные кампании. Но процесс уже идет, как весна. А значит, мировая тема, и не только про выборы, тема трудного обретения всем миром прав на свои собственные решения для себя, без оглядки на чужих наблюдателей, вот она будет продолжена еще не раз. И дополнена, в том числе мной, Глебом Лавровым. И значит, до следующего раза.